Боевой Первомай. Где спокойно, а где с потасовками и рукопашной? Украина встретила и проводила Первое Майя. Каким день солидарности людей труда был в разных регионах страны? Материали наших корреспондентов. Самое масштабное Первомайское шествие в Украине прошло в столице. Несколько тысяч социалистов и представителей профсоюзов прошлись по Крещатику. Запорожье! Запорожье! Сегодня несколько тысяч из всей Украины, подкреслю, это не люди, которые подолали 2-3 остановки на метро. Нет, это люди, которые приехали из всей Украины. Старые люди, молодые люди вместе в одном автобусе ехали всю ночь. Ехали за надеей, поездом ехали. Среди немногокисленных зрителей были гости не только из других городов, но и стран. Елена – туристка из России. Девушка не верит федеральному телевизору, поэтому приехала отдохнуть в Украину. Мы приехали на майские праздники с Россией и не могли пропустить такой замечательный день. Приехали в Киев погулять. Не боитесь в Украине находиться? Нет, не боюсь совершенно. Все очень нравится, очень рада, что приехали. А вот в Херсоне дошло до драки. Там левые активисты подрались с правыми. По обе стороны собрались по 50 человек. Полиция стала живым кордоном, но избежать потасовки не получилось. Также потасовка произошла на другом митинге левых возле памятника неизвестному солдату. Сюда пришли около 150 человек. В конфликт вовремя вмешалась полиция. Дрались и в Виннице. Там на группу пенсионеров и социалистов напали два десятка молодых парней в масках, которые начали вырывать красные флаги у пожилых людей. По данным полиции, никто не пострадал. Конфликт вовремя погасили. Слава нации! Слева врага! Украина! На душе! Как четверг на душе! На душе! На душе! На душе! На душе! И труд май! И труд май! Неспокойно было и в Харькове. Около сотни пенсионеров прошлись по центру города. По пути к их колонне присоединились активисты с национальными флагами и возглавили шествие. Один из социалистов попытался сорвать украинский стяг и бросить его на землю. В ответ оппонент разорвал его первомайский плакат. Стычку сразу же блокировали сотрудники полиции в штатском. Слава Украине! Героям слава! Работники милиции! Флаг Украины нападение! Задержите, пожалуйста, нападение на флаг Украины! Не трогайте эти граберы! Ребята, идите своей дорогой! Другой анонсированный митинг в Харькове одной из политических сил не состоялся. Организатору за несколько минут до начала шествия неизвестный брызнул в лицо из газового баллончика. Это демонстранты расценили как нападение и попытку сорвать митинг. И из соображений безопасности отменили акцию. Центральные улицы Днепра с самого утра были окружены правоохранителями. Почти тысяча полицейских. Впервые на улицах появились конные правоохранители. Территорию обследовали и саперы с собаками. По главному проспекту прошли две отдельные первомайские демонстрации. Одна с лозунгом профсоюзов. Вет в принятии трудового кодекса! Давай! Давай! Другая с символикой социалистов. Требует то, чтобы велось международное право в Украине. О том, чтобы были государственные гарантийные фонды для своевременной выплаты заработной платы. Веселее всего 1 мая отпраздновали в Запорожье. Вначале профсоюзный митинг. А потом на этом же месте творческая молодежь и общественные активисты провели флешмоб под названием «Монстрация». В руках держали транспаранты с аполитичными и абсурдными надписями. Например, такими как «Шашлык», «Май», «Вайфай». Кто-то пришел с гаслами, просто жертвовными, веселыми, выхлепнуть какую-то энергию. Кто-то пришел с какими-то социальными гаслами. И это его, возможно, какая-то громадянская позиция, позиция люди на этой планете. А в Николаеве и Одессе вообще не было никаких демонстраций. В Николаеве их запретили, а в Одессе шашлыки предпочли всяким митингам. Руслан Смещук, Сергей Ведмедь, Кирилл Ющишин, Светлана Шикера, Елена Миндалюк, Сергей Бордюжа и Андрей Анастасов. Подробности – телеканал «Интер».